всем привет как только вышел sonic speria z1 compact многие из вас стали писать в комментариях и просить о том чтобы я сделал обзор этого устройства я не скрою мне и самому было интересно взять этот аппарат в руки и посмотреть что он из себя представляет тем более сейчас такое время что наблюдается на рынке некоторые затишье буквально в конце этого месяца мы увидим новый galaxy от самсунга новый флагман htc ну естественно опять же новый флагман от sony а сейчас компания sony порадовала своих поклонников компактным флагман дело в том что как уверяет нас фирма sony sony xperia z1 compact представляет собой не что иное как тот же самый xperia z1 только более в более компактных размерах благодаря моему товарищу z1 compact появился у меня раньше чем он поступил продажу в городе калининграде за что я ему очень благодарен давайте взглянем что же представляет из себя этот мини флагман посмотрим как всегда его плюсы и минусы естественно что мое дело вам объективно и правдиво подать информацию а вы же уже для себя сделайте выводы какие моменты для вас не критичны какие критичны а с какими можно вообще мириться в коробке мы найдем следующие вещи сам смартфон который я сразу отложу в сторону начинать надо то самого неинтересного комплектация здесь такая блок зарядного устройства мощностью полтора ампера вот такой вот обычный нехитрый блок зарядного устройства точно такой же как всегда нехитрый и не особо качественный жесткий шнурок юсби на микро юсби вы наверное опять же скажете что я придираюсь уже у всех подобного качества зарядное устройство и шнурки но тем не менее не совсем я вам покажу зарядное устройство от компании бит она комплектовалась шло в комплекте вместе с колоночкой бит спил и вы видите что сам зарядный блок очень качественный очень качественные коннекторы soft touch покрытием и также очень качественный сам мягкий красный шнурок то есть ожидать таких вот качественных вещей конечно же хочется в комплектации тем более когда речь идет о недешевых устройствах я не просто так заостряю внимание на этих вещах я думаю что все таки до фирм информация какая-то из обзоров доходит и глядишь какой-нибудь момент мы увидим уже не только качественный имиджевый смартфон но и также качественный комплект от комплектующих ним коробки еще здесь очень много различной макулатуры и лежат еще наушники наушники здесь полностью пластиковые шнурок довольно мягкий угловой коннектор пульт однокнопочный то есть ничего особенного обычные бюджетные наушники также еще есть пакетик с двумя парами дополнительных амбушюр и прищепкой который можно крепить наушники к одежде коробки больше ничего интересного нет поэтому перейдем к самому смартфон для начала я хочу вам сопоставить габариты со своим iphone 5s он правда у меня вот в таком вот фирменном чехольчике в родном выдирать его из чехла я сейчас не буду могу сказать что они примерно одинаковые то есть по высоте даже вот в чехле он один в один ну и собственно точно также по ширине то есть как будто бы это iphone 5s в чехле на самом же деле если бы я вытащил из чехла то iphone был бы чуть уже и наверное чуть компакт кстати вот если смотреть по ширине то iphone 5s более вот такой вот вытянуты более узкий также я вам покажу в сравнении габариты с nexus 5 вот так это все выглядит я не сказал бы что nexus 5 намного больше тем не менее в nexus 5 может 5 дюймов экран а здесь экран 43 также стоит отметить что при схожих габаритах как впрочем и весе экрану айфона 5s составляет 4 дюйма а у sony z1 compact уже 4.3 дюйма к тому же обратите внимание что экран айфона он очень узкий такой вот вытянутой формы тогда как экран z1 compact более правильной формы на мой взгляд это даже в браузере проявляется гораздо лучше но об этом уже в следующем обзоре теперь давайте внимательно взглянем на сам смартфон производитель обещает нам все те же самые классные технологии флагмана которые не использовали z1 а также те же самые премиум материал но вот здесь уже нас ждет некоторая хитрость я напомню что задняя часть z1 выполнена была из стекла защитное стекло под пленкой что мы имеем на z1 compact здесь используется такой вот похожий на стекло глянцевый пластик послушайте короче суть даже не в том как он отзывается на постукивание дело в том что у моего товарища моего знакомого хорошего уже три царапины на стекле я наверное даже прикреплю фотографию к этому видео его человек он довольно бережный и он недоумевает каким образом они могли уже появиться также читая форум я отметил внимание обратил внимание на то что некоторые люди опять же жалуются на то что только купили смартфон а задняя стенка уже покрылась царапинами в этом плане мне непонятно почему фирма sony сделала таким образом почему они опять же на заднюю поверхность не применили свою фирменную пленку защитную как раз таки в случае вот этим вот пластиковым стеклышком она была бы очень актуальна но здесь никакого покрытия нет также стоит отметить что при пользовании очень заляпывается задняя стеклышко вот это пластиковая как вы видите поэтому если вы не любитель постоянно протирать отпечатки пальцев рекомендую вам брать белый белый вариант этого смартфона тогда на белом фоне совершенно не видны отпечатки пальцев что еще так как здесь используются не стекло пластик то обратите внимание на еще один нюанс вы слышите да что я надавливаю на корпус причем я это выявил совершенно не специально я просто пользовался этим смартфоном и определенный момент услышал что-то похожее на скрип я не поверил потому что что sony z что z1 они были все такие монолитные все сбиты но это по всей видимости сказывалась сзади опять же защитное стекло то есть она придавала какой-то такой вот прочности а здесь же у меня вот этот уголок поскрипывает также этот скрип появляется если попробовать так вот немножко скручивать смартфон это опять же неприятно но не критично если его не сдавливать не крутить особо ничего не скрипит также я опять же предполагаю что скрипеть будут не все смартфоны по идее я так понимаю что раз водонепроницаемый смартфон то он должен быть полностью проклеен почему он поскрипывает мне непонятно скорее всего он поскрипывает вот на вот этой вот глянцевой окантовочки которая тоже выполнена из пластика теперь рассмотрим переднюю панельку обратите внимание что она вся опять же покрылась вот такими жирными разводами и очень сильно притягивает к себе пыль здесь мы видим очередную особенность смартфонов sony это защитная пленка на защитном стекле вы только вдумайтесь вот и в эти слова защитная пленка на защитном стекле это фирма sony единственная кто клеит защитной пленки на свои смартфоны почему я от этого мягко говоря не в восторге точно также многие читатели моего твиттера частенько отписываются а вот этом раздражающим их факторе дело в том что что касается тактильных ощущений когда я вожу по защитному стеклу наподобие там gorilla glass 3 или еще какое каких-либо других вариаций их обычно используют такие фирмы как samsung lg apple и другие то есть все кроме sony sony единственное кто на защитное стекло лепит пленку то есть она защищает пленкой которая более мягкая более подвержена износу более прочное защитное стекло вот этого маразма честно сказать я не понимаю это то же самое как сметанкой защищать какой-нибудь бронежилет этот момент очень и очень мне неприятен к тому же это было бы все пол беды если бы там не те тактильные ощущения не тоскольц скользость но пленка это имеет вот такую-то особенность когда я протираю тряпочкой для протирки смартфонов этот экран то обратите внимание что он умудряется втянуть пыль с этой тряпочки то есть постоянное занятие это вот такое вот собирание пыли в кучку вот таким вот образом и потом смахивание куда-то в сторону и даже после этого если я продолжаю пользоваться там чистым голым пальцем то она опять же откуда-то берет вот эту пыль такие вот отпечатки пальцев и опять нужно вот таким вот образом это все собирать и убирать почему я так заостряю внимание на вот этом моменте я в очередной раз обращаюсь фирме sony с просьбой не клеить вот этих вот дурацких защитных пленок к тому же так понимаю пленки это не самого лучшего качества потому что не все пленки вот таким вот образом притягивают пыль собирают грязь если кому-то нужно будет это защитная пленка как и на других смартфонах они купят можно ее прям класть комплект отдельно и будут использовать если же вы вы хотя бы дали возможность не эту пленку сдирать и опять же был бы полностью счастлив и считал бы это плюсом и даже каким-то преимуществом но так как содрать эту пленку очень сложно потому что вы ее присобачили буквально насмерть и к тому же самое главное чтобы под этой пленкой не будет олеофобного покрытия то есть там будет не скользкое стекло которое будет собирать отпечатки пальцев и палец будет плохо скользить поэтому никакого выбора в этом плане производитель мне не дает я не люблю ненавижу пленки но снять ее не могу ладно теперь давайте о хорошем торцы смартфона выполнены из анодированного алюминия очень приятный на ощупь материал обратите внимание на то что черный цвет смартфона комплектуется таким вот вороненым цветом алюминия все такие вот цветовые вариации алюминия под цвет самого смартфона достигаются двойным анодированием как я предполагаю также обратите внимание что с торцов идет вот такая вот матовая текстура камера сегодня со мной воюет отказывается фокусироваться почему-то вот здесь вот хорошо видно сейчас что здесь такой матовый матовая текстура алюминия опас посрединке проходит вот такая вот про . которую прямо вот так вот отливает то есть в этом плане торцы выполнены очень круто очень приятный на ощупь и мне еще очень нравится что смартфон этот более толстый нежели z1 и вам мне более удобно держать в руке я совершенно не понимаю вот этой тенденции сделать самый тонкий смартфон совершенно не разделяю эту точку зрения потому что хлеб нам и не резать а согнуть его случайно или же держать его в руке становится совершенно некомфортно поэтому когда sony выпустила смартфон потолще я даже можно сказать вздохнул с облегчением здесь мы видим кнопку камеры она вот такая вот малюсенькая и честно сказать я сегодня уже поэкспериментировал с ней попробовал ей поснимать и она очень неудобно мягко говоря трандец как неудобно и потому что она во первых маленькая во вторых как видите она практически не выступает а вот то что она выступает это занимает первая ступенька то есть фокусировка а чтобы нам сделать фотографию нам нужно ее туда вот глубоко вдавить это очень неудобно и все вот эти вот усилия потому чтобы туда эту кнопку вжать приводит излишним сотрясением камеры и соответственно качество снимка может оказаться хуже поэтому я стал использовать кнопку на экране мягенько на нее нажимать и она конечно же более комфортно нежели это если бы кнопка была более удобная то никаких вопросов бы не возникло что дальше здесь расположена качелька громкости я не могу сказать что эта кнопка металлическая потому что она с каким-то покрытием и такая вот довольно теплая поэтому я предположу что это также как кнопка камеры какой-то пластик с каким-то покрытием возможно это металл но мне это не так очевидно а вот эта кнопка включения такой вот акцент это не что иное как алюминиевая кнопочка попробую и показать крупнее стоит отметить что самое классное вот этот акцент акцентирующая кнопка была установлена только на смартфоне sony z после этого модельки sony zzl уже уже шла вот такая вот более бюджетная версия кнопочки и потом дальше дальше они стали придерживаться почему-то именно вот такой вот я не знаю зачем они отказались от той вот классной дорогой кнопочки и стали ставить уже вот такую вот более посредственно но тем не менее она все равно довольно удобная но непонятно зачем они так близко налепили качельку громкости кнопки включения место очень много можно было их разнести как-то пониже повыше что-то сделать потому что вот как-то все это налеплено прям как будто бы места не хватало это не очень удобно потом нажимается потому что качелька постоянно под пальцем мешается здесь сверху мы видим открытый разъем три с половиной миниджек здесь с этого торца мы видим три заглушки опять же заглушки очень качественно сделаны они точно такие же металлические то есть никакого пластика там покрашенного под цвет металла все сделано отлично здесь вставляется карта вернее симка микросим не нано а предыдущая ее вариация сюда можно вставлять карточки micro sd как вы видите опять же тем людям которым вечно мало памяти они смогут расшириться на сколько угодно ну и здесь разъем для микро юсби для зарядки смартфона и самое главное самое интересное то такой вот интересный магнитный разъем камера сегодня со мной однозначно воюет потому что впервые она вот так вот отказывается фокусироваться и вот так выглядит магнитный разъем это очень классная штука с этими смартфонами теперь можно использовать новый вид кредла он такой вот маленький я покажу его на фотографии с помощью него можно заряжать без разницы какое устройство то есть компактный z1 compact или же более такой вот фаблет планшета фон z ultra или флагман z то есть я не буду заряжаться с одного и того же зарядного кредла это конечно очень умная и грамотно придумано также я предполагаю что использую такой вот магнитный коннектор можно использовать создавать какие-то чехлы с дополнительной батареей которые будут подключаться именно вот этому магнитному разъем здесь сверху мы видим логотип sony вот такой вот вырез в стекле где находится разговорный динамик здесь 2 мегапиксельная камера здесь под стеклом расположены различные датчики точно такой же вырез с решеточкой мы видим и на задней стороне такой вот он не баланс то есть как-то не переверни он похож что спереди что сзади здесь у нас камера на 20 7 мегапикселя светодиод и вот такой вот логотип nfc кстати вот это вот очень грамотно делает фирма sony что указывает в каком месте расположен вот этот тот самый чип nfc я напомню что он помогает нам очень быстро перекидывать файлы прикоснувшись спинками смартфонов или там перекидывать карту открытую страничку браузера ну и прочие прочие моменты то есть штука очень удобно и функции связанные с nfc только появляются появляются новых постоянно здесь снизу вот такое вот отверстие на углу для петельки то есть носить там на руке на ремешке снизу здесь такая вот перфорация внешнего динамика к сожалению можно было на такую большую перфорацию разместить там парочку динамиков но на самом деле здесь всего один по моему он занимает такую только отдельную часть этой самой перфорации также думаю что разговорный микрофон опять же скрыт где-то под этой сеточкой возможно динамик с одной стороны разговорный микрофон с другой теперь что касается экрана я напомню что практически всегда мне приходилось критиковать фирму sony за ее посредственной экраны флагманах потому что это никуда не годится даже в бюджетных смартфонах я напомню что уже стоят очень качественные экраны поэтому когда sony ставит свой флагман флагманскую модель экран с плохими углами обзора это конечно же очень грустно это начинают на этом начинают заострять люди внимание критиковать на различных ресурсах что не прибавляет баллов фирмы sony здесь же я могу сказать сразу здесь стоит отличный экран здесь применяется ps матрица напомню что экран 4 3 дюйма довольно таки компактный я не любитель таких компактных экранов я их называю на на экраны потому что все таки с моей рукой да и то что мы делаем сейчас на смартфоне там диктует свои условия проигрываем видео играем в игрушки и прочие моменты читаем twitter книги все это требует более больших размеров экрана и некоторые люди готовы жертвовать той той самой компактностью удобства там в руке разговором по телефону имея большой экран здесь же экран 4 3 дюйма я также отмечу что большое количество людей все-таки хочет иметь именно компактный смартфон то есть они не любят различных лопата фон и поэтому как раз таки этот смартфон именно для них для тех кто любит размер примерно сопоставимый с айфоном 5s хотя я заострю внимание на том что в этом году мы увидим уже большие айфоны наконец-то то есть до них все-таки дошло что нужно делать смартфоны с большими экранами поэтому в этом плане я буду доволен теперь что касается экрана я довольно часто критикую фирму sony за то что они ставят довольно посредственные экраны свои флагман то есть мы платим довольно большие деньги и получаем смартфоны с очень плохими углами обзора что честно сказать не достойно флагман и об этом говорил частенько в обзоре sony xperia z ztel z1 то есть практически во всех смартфонах единственное где я хвалил экран sony это был смартфон вернее планшета фон sony z ultra что касается sony z1 compact то здесь я опять же хочу похвалить экран здесь используется и ps матрица напомню что размер экрана составляет 4 3 дюйма здесь отличный экран плотность пикселей здесь 342 ппи что очень здорово напомню что у айфона 326 то есть поменьше но при этом экран плотности пикселей к строению которому не придраться здесь как вы видите отличные углы обзора все остается шрифт остается читаемый ничего не меркнет не тухнет естественно что более подробно я как всегда во второй части экран вам покажу сравню его там с айфоном 5s с но уже могу сказать что этот экран меня очень и очень радует если не вспомнить пленки которая собирает пыль также хочу заострить внимание на еще одной неприятной особенности этого экрана касается это уже совершенно не изображение а именно работы тачскрина это проявляется не всегда но довольно таки нередко обычно когда я пишу свайпом то есть вожу пальцем по экрану появляются какие-то слова и периодически бывает что вместо вот как раз таки сейчас получилось да вот я вел третье слово и получилось коротких 2 то есть линия почему-то получилось не одна а была разомкнута это вот проблемы тачскрина как с которыми я сталкивался опять же на смартфоне за тультра я не знаю как на данный момент исправились те проблемы прошивками или осталось все так же но тем не менее здесь есть те же самые проблемы с тачскрина особенно это проявляется если положить смартфон куда-нибудь на кровать или на какую-нибудь мягкую подушку вот я обычно там на кожаную подушку бросаю смартфон и пользуюсь на полу то это все начинает проявляться мульти тач как раз таки на видео с левой стороны здесь ссылку размещу чтобы вы могли открыть посмотреть как это все проявляется но дело в том что он не всегда корректно отрабатывает нажатия на экран сейчас этого нет вот стоит положить на кровать и будет все это дело очень хорошо видно но посмотрите вот на этом видео здесь же еще это проявляется очень хорошо в браузере часто я открою браузер открою куни страничку давайте открою какую-нибудь статью увеличу благо что в отличие от айфона здесь несмотря на то что у нас на на экран мы можем задавать размер шрифта настройках браузера и поэтому видим у такой вот крупный приятный для глаз шрифт так вот что происходит если я веду медленно пальцем это тоже сейчас было еще раз увеличивать увидите что текст правильно отформанте отформатирован по границам экрана теперь смотрите я веду палец просто веду потихоньку допустим я читаю и он начинает увеличивать шрифт обратите внимание что слева он уже вылез за границы опять я вожу просто вверх вниз он еще вылез то есть шрифт приближается увеличивается и вот такая штука опять же неприятно это все тот же самый самые проблемы с этим тачскрин вот обратите внимание как он сейчас приблизил шрифт я просто держу палец на месте то есть вот такая вот неприятная особенность я конечно же опять же надеюсь что в ближайших обновлениях это все исправится пофиксится это может быть связано как софтом также это может быть связано с той самой пленкой на экране что мешает я не знаю тачскрину но такие вот особенности неприятно имеют место быть что дальше что касается железо здесь установлено очень классное современное железо это snapdragon 800 адрена 330 и все это дело все вот это мощную железо в купе с hd разрешением просто будет выдавать отличную производительность в игрушках и к тому же будет это железо актуально не только на сегодняшний день но и в ближайшем будущем году так уж точно что касается памяти встроенной то здесь ее маловато всего 16 гигабайт можно было бы поставить и больше естественно мы не забываем про карту памяти micro sd который можно расширить нашу память но опять же встроенная память это та память которая используется для установки приложений и если вы даже расширите карты micro sd это не значит что вы можете там наставить множество софта карта micro sd используются для видео для фото все приложения не будут устанавливаться именно во внутреннюю память поэтому все-таки можно было поставить побольше далее здесь 2 гигабайта оперативной памяти что для этого железа просто за глаза хватает и батарейка здесь на 2 на 2300 миллиампер часов сначала кажется вроде как довольно таки небольшого объема батарейка но хочу вас сразу уверить в том что этот смартфон держит очень и очень отлично то есть его автономность примерно равна таким смартфоном монстром как galaxy note 3 и так далее обратите внимание что сейчас уже глубокая ночь то есть около 4 часов ночи я его весь день использую в хвост и в гриву еще порядка 40 процентов батарейки на месте давайте я открою посмотрим электропитание здесь по умолчанию еще вот такая вот хитрая фишка была включена поставить данные в очередь это экономить заряд благодаря отправке фоновых данных через установлены интервалы времени то есть он периодически вы отрубал сеть и периодически подключался для того чтобы всякие мессенджеры и прочие могли получать сообщение и так далее ну я эту фишку сразу выключил то есть в моем тесте батарейки не применялось совершенно никаких экономий электроэнергии то есть не режим стамина и не вот этих ход хитростей как поставить данные в очередь ничего включено не было смотрим график и видим что он проработал уже 16 часов 34 минуты что очень неплохо и включенного экрана здесь уже три часа три четыре минуты при этом напомню что еще 40 процентов батарейки остается в запасе к тому же я сегодня использовал его очень долго на улице то есть на 3g напомню что здесь еще и 4g поддерживает этот смартфон то есть до данную высокоскоростного интернета lte и также в эту игрушку я очень долго играл в clash of clans как вы знаете игры они потребляют побольше электроэнергии чем обычно использование смартфона так вот этот смартфон меня очень и очень порадовал к этому времени и с этим временем работы экрана уже в другой какой-то среднестатистический смартфон бы уже сдох а этот еще будет работать и работать на форумах по отзывам даже некоторым людям хватает полностью двое суток его используя но естественно мне обычно все равно приходится ставить смартфон на ночь на зарядку любой как с какой бы батарейка он не был хотел g2 хоть и galaxy note 3 все равно каждую ночь заряжается но тем не менее тоже очень важно насколько хватает батарейки потому что может быть кто-то и ночью не дома находится где-то там по клубам шарится еще где-то поэтому батарейка все-таки очень важный параметр смартфона как был так и остается теперь буквально под конец я хочу рассказать еще об одной особенности этого смартфона это были и влага защиты этот смартфон можно как заявляет производитель использовать для фотографий для съемки видео под водой если вы помните то когда у меня был смартфон первый самый sonic speria z я его отлично использовал на отдыхе когда ездил во вьетнам снимал там своего мальца в бассейне выглядело все это очень прекрасно я был очень доволен вот этой вот водонепроницаемостью пока не стали поступать от людей жалобы у одного сначала протек ну как бы я не придал значения потому что все-таки кто-то мог закрыть забыть закрыть плотно крышку или еще какой-то момент или слишком глубоко его погрузил или слишком долго то есть такие вот моменты могли быть но потом один за другим там у одного промок у другого промок у третьего и буквально недавно мой знакомый принес смартфон там где его покупал опять же протек я для интереса вместе с хозяином магазина мы приклеили там новенькую такую бумажечку которая определяет наличие воды опять же его положили плотно закрыли крышки смартфон уже был просушен положили его в тарелку с водой и он опять же благополучно промок то есть вода каким-то образом просочилась внутрь корпуса я скажу честно это конечно же здорово если рассчитывать на то что вы случайно там его куда-то уронили там воду не дай бог унитаз то смартфон от этого дела защищен но если рассчитывать на тот момент что вы постоянно что-то будете специально им там снимать там плескаться с ним в бассейне в ванной так далее то лично для себя я считаю это довольно таки высоким риском смартфон не не дешевый к тому же под каждой заглушкой этого смартфона вы найдете такие вот беленькие окошки это говорит о том что производитель их установил для той цели что если он промокнет то по покрасневшему этому окошку производитель заметит это дело и откажет в гарантии то есть смартфон защищен только тем что закрыты вот эти заглушки если вдруг какое-то истирание физическое там как-то и затрут вот эти вот резиновые прокладочки или не очень там как-то плотно будет это защелка закрыта по какой-то причине то смартфон попросту промокнет полностью и естественно умрет как и любая промокшая техника поэтому для меня лично пока смартфон не будет защищен полностью даже с открытыми заглушками чтобы исключить возможность там какого-то повреждения вот этих вот резиночек рассыхание резиночек там еще каких-то физических параметров для меня это будет лишь защитой от дождя и какой-то защитой от того что я совершенно там случайно его куда-то в воду уроню после вот этих вот моментов которые произошли там у моего знакомого произошли его ребят в ленте твиттера которые об этом отписывались я лично свои смартфоны больше погружать воду не буду вы же смотрите сами ну вот впрочем и все что я мог вам рассказать в самом первом видео в своем первом взгляде более подробный видео обзор в котором я расскажу про экран звук производительность и другие моменты выйдет буквально через пару дней я благодарю вас за внимание всем пока пока